Всем привет! Это мой первый хаул покупочек на канале. Я мечтала об этом снять, как только я узнала, что такое YouTube и Катя Клэп. Во-первых, ASMR. Это покупочки с Алиэкспресса для скраббукинга. Давайте сейчас просто немедленно делать обзор. Я сейчас буду листовать по одной и вместе с вами смотреть. Я сама еще не открывала, ничего не знаю, ничего не помню. Так. Я думала, оно будет в три раза меньше. Это ор, просто. Короче, это вот такие, типа, стопки книжечек. Я думала, они будут вот такие. Блядь, это что? Ладно, давайте откроем. Посмотреть поближе. 20 дизайнов по 40 писисов. Оно еще на полупрозрачной основе. Я, в принципе, люблю, когда полупрозрачные, но они какие-то слишком прозрачные. И слишком не похожи на книги. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть на работах. Иногда не хватает каких-то таких деталек, поэтому, в принципе, в принципе, имеет место быть. Но ожидания немножко были другие. Это что-то мини. Господи, мне так радостно. Вообще, вы просто, вы не представляете. Я так хотела. Я снимала раньше тоже какие-то видосики, обзорчики, когда я была мелкая. Но я думаю, хорошо, что это никуда не ушло. Поэтому сейчас я просто наслаждаюсь. Так, это не мы заказывали. По-моему, это заказывала Милена. Короче, у нас тут есть еще подарок, ну, покупочки Сониной подруги. О-о-о-о! О-о-о! А-а-а! Это, походу, у одного и того же мы, производителя, заказали две разные штучки. А, туда же три! Так. Короче, здесь всякие девочки в интересных аутфитах. На полупрозрачной основе, блин, прикольно выглядит. А вот это, это, короче, парочки. Потом давайте поближе тоже все это посмотрим. И вот такая. Такой наборчик разных наклеечек маленьких. Конечно, вот эти упаковочки мне не очень нравятся. Они не очень удобные. Но они очень милые. Вот, всего по два экземпляра. Я люблю, когда повторяются, чтобы не ссориться, короче. В общем, тут такой, знаете, вайб путешествий. Честно, что-то, что-то мне не очень нравится. Я даже не представляю, куда я их буду клеить. Как-то не помню, чем они меня зацепили, но... Ладно, посмотрим. Дальше. Так, две достала посылочки. Давайте начнем с той, которая поменьше. Тоже какой-то набор наклеечек. О, я это хотела. Я обожаю. Этот вайб, боже. Я не могла не пройти мимо такого набора. Тоже каждого по две. Что за хрень? Почему тут какие-то листочки? Где мои обещанные горы? Вот они пошли. Вот он, этот вайб. Блин, я почему-то думала, что это будет не вот такая наклеечка, а есть такие книжечки. Ты вот так листаешь и отрываешь понравившийся тебе дизайн. И оно поудобнее, конечно. Я просто не понимаю. Вот некоторые мне вообще разочаровывают, потому что я не помню, чтобы я как-то обращала внимание на вот эти наклейки. Я, видать, что-то одно увидела, что мне понравилось, и решила заказать. А сейчас оно пришло, и моя эйфория прошла, и я начинаю трезво оценивать то, что я заказала. Так, тут, наверное, фоны. Иногда не хватает каких-нибудь интересных таких фонов, потому что, ну, крафт, мы понимаем, это база, но иногда хочется что-то поинтереснее. Так, интересно. Да, я была права. Первое — это фоны. Давайте их посмотрим, какие они на ощупь. Какая тут книжечка. О-о-о, какой софт-тач, вы бы знали. Ой, их по три штуки. Слушайте, вот этот мне нравится. Он прям классный. И они такие неброские, но при этом интересные. И они очень такие мягенькие и немножко шершавые. Вот это я прям довольна. И, походу, это тот же производитель или что. Наклеечки с таким киношным вайбом. И они такие горизонтальные. Вот тоже иногда хочется заполнить какую-то пустоту в разворотике. И вот такие моменты очень помогают. Ой, и как я люблю. Они на прозрачном фоне, на прозрачной такой основе. Ничего не надо вырезать. Ты приклеил. И вот эту обводку, короче, не видно. Потому что есть наклейки, которые на такой белой обводке. И она настолько бесит, она настолько выбивается. Короче, и поэтому я очень люблю такие прозрачные. Они очень классные. У нас еще есть черно-белая фотография. Наклейки, точнее, черно-белые. Любовь-морковь, там черно-белая. Я прям немножко представляю, что можно сделать. Вообще, давайте пока буду распаковывать, немножко расскажу, какого хрена тут вообще происходит. Короче, как-то моя сестра решила сделать открытку на 14 февраля. И она листала Pinterest. И ей выскочила фотография, ну, точнее, открытка в стиле скрабукинга. И она решила сделать мне, своим подружкам. И ей настолько это понравилось. И когда она мне подарила, я смотрю, блин, реально, это такой вайб, это так прикольно. А мне соня сделала офигенную открытку. Вот. Ну, вообще, вайб. Это просто, это очень круто. И я не понимаю, почему мы не додумались до этого раньше. Потому что я тоже очень часто делаю всякие открытки. Особенно вот на Новый год, осенью. Вот просыпается вдохновение у меня, и я начинаю офигачить вот эти все открыточки. Но почему-то мне ни разу такого не попадалось. Хотя моя близкая подруга тоже занимается уже 100 тысяч миллионов лет скрабукингом. И почему-то я не думала, что я тоже буду этим заниматься. То, что мне это как-то понравится, что меня это увлечет. Ну, короче, всему свое время. И вот, Соня увидела, сделала, заказала один наборчик. Очень классный. Вот для начала, мне кажется, для начального этапа это просто огонь. Потому что там есть все. И мы из одного вот этого наборчика делали всякие разные открытки. Нам так это понравилось. И мы просто вот постепенно начали закупаться всякими новыми штучками. И решили вот заказать на Алиэкспрессе. Так, давайте пойдем дальше. Ой, какая-то толстушечка. Это не мое. Блин, обалдеть. Почему мы это не заказали? Это огромный набор. И здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать листов с наклейками. Милена, ты гений. Эй, я очень за тебя рада, что у тебя будут вот такие наклейки. Я тебе их не отдам. Скрабукинг, составление вот этой композиции, это как-то так успокаивает. Это какая-то медитация. И знаете, когда вы делаете, вы можете себя как-то самопрограммировать. Ну, вот как карта желаний. По сути, это то же самое. Ты создаешь вот эти аппликации. Каждый по-разному подходит к этому процессу. И тут, в принципе, то же самое. Ты можешь делать на абсолютно рандомную тему. Хочешь просто какую-то красивую композицию сделай. Я люблю иногда делать вот какие-то свои любимые песни. И вот передать вот эти все чувства, какая-то любимая фраза. Вы знаете, все что угодно можно вкладывать в эти открытки. И это офигенно. Там осталось совсем чуть-чуть. Какой-то маленький наборчик. Блин, я не помню. Мне кажется, это не наше. А что наше? А что мы заказали какую-то парашу? Это что все? Стоп. Вы меня извините. У нас был еще набор с фонами. О-о-о. О-о-о. Они такие милые. Блин. Оно как будто нарисовано красками. Посмотрите. Это очень классно выглядит. Это так красочно и так мило одновременно. Слушайте, нам еще до этого пришло несколько посылочек. Во-первых, у нас тоже вот такой как мини-наборчик наклеек. Мы взяли вот такие, сделанные под бумагу, но это наклейка. Вот этот зайчик, это просто прелесть. Такой набор с разными вайбушками. Такой же мини-наборчик, который неудобный. Мы заказали вот такие. Типа как фотопленка. И она в оранжевых тонах. Также из новинок такая книжечка. Это все фоны. Они уже, знаете, самодостаточны. Они мне в целом нравятся, но я пока еще не придумала, что я хочу с ними сделать. Потому что у нас не было как-то подходящих, мне кажется, наклеек. И так и нету. Интересно. Вот это заказывала я персонально себе. Ну нет, конечно, мы все пользуемся общее. Тут мои астрология, таро вайбы. Ну тут всякое есть. И просто какие-то вот такие горы, такие моментики. Ну и всякие знаки зодиака. В целом мне понравился вот этот набор. Но единственное, вот эти все картинки, вот эти фоны, они очень плохо пропечатаны. И как будто бы фотография, которую они хотели распечатать, не прогрузилась. И она такая полусмазанная. Две новинки. Вот это. Он такой, знаете, он небольшой набор. Стоит для такого набора дороговато. Но он настолько красивый. Просто. Во-первых, вот эти вот прозрачные наклейки с шрифтом, с какой-то надписью, это разъеб. Вот такие тоже моментики. Вот эта бумага фактурная. Вот это моя любимая. Как будто бы звездное небо. И оно все настолько приятное и как-то так качественно сделано, что даже просто жалко сделать агликор разворот. И наборчик тоже разных фонов. Формат тоже очень удобный. Можно много, несколько разных приклеить. И они маленькие, потому что развороты мы делаем в блокнотах, а они не очень большие. Или там открытки я делала. Они, ну понимаете, да, формат. Огромные не очень хочется. А вот такие прям самое то. И еще у меня есть пара наклеек, которые я сюда не принесла. Но я обязательно вам сейчас сюда вставлю фотографию. Все. Это все. Это все, что я хотела вам показать. Это все мое видео. Я очень рада, что я его сняла. Плюс галочка в исполнении моих мечт. Какие у меня глупые мечты. И правда, снять влог. Ой, снять влог. Это я уже исполнила. Переходите на канал, смотрите. Снять холл покупочки. Вау. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok